Новым президентом Кыргызстана стал 52-летний Садыр Жапаров. Политик, прошедший путь от тюрьмы до руководства страной меньше, чем за три месяца. Он победил на внеочередных выборах с рекордным результатом. Теперь Жапарова предстоит провести в Кыргызстане конституционную реформу. Вчера же на референдуме большинство граждан высказалось за переход к президентской республике. Как прошло голосование и чем Садыр Жапаров привлек внимание избирателей, об этом мой коллега Андрей Ежов. Имя шестого президента Кыргызстана стало известно почти сразу после закрытия избирательных участков. Данные электронной системы голосования безоговорочно свидетельствовали о победе Садыра Жапарова. Его, если верить официальным данным, поддержали почти 80% избирателей. Я прихожу к власти в тяжелейших для страны условиях. Повсеместный кризис. Да и политическая ситуация оставляет желать лучшего. Выборы президента Кыргызстана совместили с референдумом о форме правления в стране. По его итогам также около 80% участников голосования высказались за формат президентской республики. В Кыргызстане теперь большая часть власти будет сосредоточена у новоизбранного главы государства. Победа Садыра Жапарова была предсказуема. Другое дело, что очень многие удивились такому высокому результату. То есть 79%, ну почти 80% будут поступать еще данные со всех участков, которые расположены не только по стране, но и за рубежом. То есть все будут ждать, пока эти данные приедут. И у ЦИКа есть еще три недели для того, чтобы дополнить эту всю картину и таким образом официально объявить о том, что действительно Садыр Джапаров выиграл. А вот так все начиналось три месяца назад. Внеочередная смена президента стала итогом осенних протестов, не согласных с результатами парламентских выборов. Тогда 7% барьер не преодолело большинство оппозиционных партий. Десять дней в Кыргызстане было жарко. Горел местный белый дом, прежний президент Жейнбеков ушел в отставку, а из тюрьмы на фоне протестов выпустили, как оказалось, будущего президента. Садыр Джапаров, по мнению его сторонников, был осужден по политическим мотивам. Я давно ждал эти выборы. Проголосовал за Садыра Джапарова. Когда тысячи людей говорят за Садыра, куда я денусь? Я тоже от чистой души проголосовал за Садыра. Если он выиграет, он будет слушать людей. Я верю ему. Превратившись в фактического лидера осеннего протеста, Жапаров в переходный период стал сначала временным премьером, а затем и президентом Кыргызстана. Годы, проведенные политиком в тюрьме, да еще и на фоне личных трагедий, потерь нескольких членов семьи сделали Жапарова в лице многих народным героем. И он оказался своим парнем по сравнению с теми номенклатурщиками, которые давно уже во власти и набили оскомину местному избирателю. Это те люди, которые как раз-таки, может быть, основывали свой выбор на протестном потенциале, на том, что они не хотят видеть во власти тех старых политиков и готовы довериться новому человеку. Пусть даже может быть не совсем с чистой репутацией. Человека с не совсем чистой репутацией, тем не менее, уже поздравил Владимир Путин, да и сам президент Жапаров накануне объявил, что Москва для Бишкека остается основным союзником. Политический же оппонент нового киргизского лидера, занявший второе место Адахан Мадумаров, итоги выборов не признал. Политик считает, что правление Жапарова неизбежно омрачит будущее Кыргызстана, в котором, что редкость для постсоветских государств, уже шестой президент. Андрей Ижов, Анна Лебедева и Антон Сухоруков, Артвия. Сейчас с нами на прямой связи политолог Аркадий Дубнов. Аркадий, приветствую. Надеюсь, слышно хорошо. На ваш взгляд, чего ждать теперь от развития политических событий в Кыргызстане, с учетом того, что избранный президент уже скоро получит гораздо больше полномочий? Борис, хочу только поправить. Вы сказали, что он уже через три месяца после выхода из тюрьмы стал руководителем страны. Он стал им через 10 дней. Ну да, то есть формально да. Через 10 дней. Это мировой рекорд. Книга рекордов Гиннеса еще не скоро увидит победителей этого рекорда. Слушайте, энергия популизма, она зашкаливает в Кыргизии. Это некогда остров демократии в Центральной Азии, в общем, выродился в удивительное место, где к власти, на мой взгляд, я говорю резкие слова, приходит ахлократия. Вот то, что даже сейчас было показано в вашем сюжете. Тысячи проголосовали, и я проголосовал, да, все туда, и я туда. А кто все? Это те, кого он воспитал, сидя в тюрьме. Он сам об этом признался сегодня, вчера в интервью, в совершенно замечательном интервью в «Коммерсанте», который у него взяли. Из этого интервью уже сейчас понятно, что этот популизм очень дорого обойдется к киргизскому народу и в стране, и окружающим, возможно, странам. Он уже сказал, он победит коррупцию, победит. Он устранит, победит наркотрафик, он устранит раскол между севером и югом, он вернет страну киргизских штатовых мигрантов, пусть не сейчас, а там через два года, он это сделает. То есть он не говорит, что он будет это делать, он это сделает. Ну как можно победить раскол между севером и югом, когда между ними идет хребет? Когда они, в общем, разные по менталитету. Слушайте, это очень опасная игра обещаний, которая, я почти уверен, что до конца срока господин Жапаров не усидит, потому что киргизы – люди очень активные, очень динамичные. Если им что, власть как-то не угодила, они садятся на лошадей и маршем идут на Бишкек, и сносят эту власть, или поджигают ее. В этом смысле, конечно, в Москве, когда поддержали Жапарова, спустя два-три дня после того, как комиссар из Москвы, вице-премьер, заместитель руководителя администрации Козак, приехал, чтобы уговорить президента тогда еще удержать власть предыдущего Женбекова, он вынужден был смириться с тем, что Женбеков сдал эту власть. Кому? Жапарову. Почему? Что ему такого сказал будущий президент, что Женбеков сбежал из президентского офиса окончательно, никто не знает. Вот такие процедуры работают сегодня в Киргизии. И когда, извините, забегая вперед, сравнивают происходящее в Вашингтоне с происходящим в Бишкеке, я отвечаю, ребята, в Вашингтоне, тем не менее, сработали процедуры демократические. С запозданием они сработали. Система правосудия так или иначе работает. В Бишкеке не работают ни процедуры, ни правосудия. И институты, обеспечивающие эти демократические процедуры, уже давно сметены, новые пока не построены. А Жапаров собирается совместить в себе функции президента, премьер-министра, я не знаю, может, он возьмет под себя все силовые структуры и прочее, да еще Министерство образования и здравоохранения. Он за все отвечать сказал, он готов. Ну вот, видите ли, это дело такое опасное. А на ваш взгляд, насколько оправданы сравнения Жапарова с Трампом? Это исключительно как политика популиста или какие-то еще могут быть параллели? Да, но глупость. Но это абсолютно поверхностное сравнение. Просто, ну я, да, в ту ночь, когда происходили волнения в Вашингтоне, я шутку написал у себя в Фейсбуке, что, да, внешняя картинка, вообще говоря, напоминает, конечно, Бишкек. Понятно, что это внешне, да, и от там уже, что называется, дал понять, что не стоит серьезно на это смотреть, да. Вот, так что у меня печальные ожидания. Я далеко не оптимист и, в общем, честно говоря, уже отказываюсь серьезно говорить про электоральные процессы. Смотрите, я последнее, что скажу. Как происходило подсчет голосов, и вы поймете, чего стоят эти 80%, скорее всего. Значит, таблица голосов, отданных за там 17, распределение голосов между 17 претендентами, выглядела на момент подсчета 72% голосов. Выглядело так. 52% за Жапарова. Из-за 6%, когда было обработано 78% голосов, то есть скачу плюс 6% новых обработанных голосов, за Жапарова было уже почти 80%. То есть 6% обработанных бюллетеней вдруг внезапно дали рост почти в 30% голосов. Электоральная арифметика такого тоже не знает. То есть как делались эти голоса, никто не знает. Понятно. И вы о чем тут дальше говорите? Ну, остается только наблюдать и смотреть, насколько ваши прогнозы не очень оптимистично избудутся. Спасибо большое. Аркадий Дубнов был с нами на прямой связи из Москвы.